Меня зовут Сергей, я из Москвы. На ретрит я приехал уже второй раз. Первый раз был ровно месяц назад в такие же числа, которые проходил в августе. Почему вы именно приехали на второй ретрит? Что так зацепило на первом? На самом деле зацепило много всего. Начиная от ярких переживаний, опытов. Это то, что было на самом ретрите. Я сейчас немножко расскажу то, что было после ретрита. Это гораздо для меня важнее. Наверное, в течение недели или двух после ретрита я переделал такие дела свои, которые в последние, скажем так, может даже десятка лет, а вот они где-то здесь висели, но что-то такое надо было сделать, и то, что что-то внутреннее ограничивало. Тут я спокойно, все дела, которые раньше не мог сделать, я их как-то свободно, непринужденно сделал, в достаточно таком комфортном состоянии, без какого-либо напряжения. И в этот момент как раз пришло осознание понятие освобождения, думать, что люди всегда освобождаются, освобождение, освобождение, все про это говорят. Что это вообще такое? Что держит-то в итоге? Оказывается, держит вот наши какие-то мысленные конструкции, концепции, которые не позволяют совершать элементарные какие-то дела. То есть там кому-то позвонить, что-то написать, вот, например, в соцсетях. Не то, что меня раньше что-то держало, но просто что писать кому-то, ну, непонятно зачем это. А тут начал строчить налево и направо, знакомым, незнакомым. И как-то это само происходит, все. И от этого получаешь удовольствие, какая-то радость жизни появляется. То есть настолько все гармонично течет. По поводу опытов. Люди гонятся за этим опытом, да, чтобы почувствовать что-то. Я проведу аналогию со светом. Если на первом ретрите опыты были сравнимы с мощными прожекторами, такие вот, которые есть на кораблях, но они включаются ненадолго. То есть, он включает, он горит ярко-ярко и выключает. То есть, такой, не постоянно, но очень ярко. Их немного было, но достаточно, чтобы организм так даже немножко начал потряхивать, потому что он просто, ну, не привык к таким переживаниям. То есть, он даже как-то внутренне сказал, о, надо как-то перестроиться под эти новые ощущения. то этот ретрит прошел по-другому. И вместо такого мощного прожектора, прожектора, ярко и недолго, горит свеча рядом. Она не ярко, не полыхает, то есть, такого вау-эффекта нет, но она горит постоянно. И это, это более комфортное состояние даже, чем вот яркие переживания. Ну, свет, это я аналогию провожу с осознанностью. То есть, осознанность, она вот всегда на заднем плане присутствует. Это очень комфортное состояние. Что еще интересного? Ну, я пытаюсь практиковать на последние лет восьми, да, там, всевозможными практиками. Их немного, но так я плотно окунаюсь в это. Литературы много в последние три года прочитал, всякой духовной, там, и так далее. Ну, условно-духовной. Писание, жизнеописание разных практиков, святых. Но это была так, информация, и она ну, просто еще одна информация. А после ретрита первого, ну, как-то эта информация начала складываться в единую картину моего мира. То есть, разбросанные мазаки, они как бы складываются в такую единую картину и более-менее становится понятным, о чем они вообще говорили. Потому что получил личный свой опыт переживаний, и этот опыт позволяет понять, что вообще люди хотели донести. Потому что просто на словах это описать, это нереально. То есть, если нет своих переживаний, читать все это писание, это, ну, бесполезная трата времени, на мой взгляд, лично. По поводу дальнейшего обучения. обязательно, я решение уже принял, буду продолжать это обучение, потому что оно приносит плоды, техники простые, ну, вообще проще я нигде не встречал. То есть, везде какие-то заморочки, там, какой-то куча информации лишней. А тут все конкретно, понятно, делаешь вот это, получаешь результат. то есть, на тебе лопата, копаешь, получается, яму. Все, нету там философии, откуда эта лопата взялась, сколько ей лет, как копали много там людей всяких до этого, что в итоге получилось, ну, то есть, вот этой всякой мишуры нету. Есть конкретная практика, конкретный результат. Что еще? Ну, кто будет смотреть этот отзыв, друзья, я вам настоятельно рекомендую, если вы действительно внутри вас что-то ищет, такое, что-то свое, родное, хотите что-то почувствовать, но что-то не можете почувствовать, поэтому ходите там по разным сатсангам, читайте всякую литературу, там, одну практику взяли, бросили, другую, потому что, ну, непонятно, делаю-делаю, говорят, делай-делай, пять лет проходит, внутри ощущения, абсолютно никакого, вот если есть желание действительно почувствовать что-то свое, родное, то милости прошу, приглашая, вы точно не разочаруетесь, каждый получит именно то, что ему полагается, благодарю за внимание.